Игорь Михайлович, главный вопрос о реализации нацпроекта демографии в 2021 году. Как оцениваете, какие поручения дадите по этому рассмотрению вопроса? Сегодня комплексно рассмотрели вопрос реализации нацпроекта демографии на территории Тверской области. Все исполнители, все исполнители подробно доложили про работу, которая проводится на территории нашего региона. Есть очевидные плюсы, есть достижения. Надо сказать, что очень активно работают все министерства, но в том числе есть на что обратить особое внимание. Прежде всего, это сроки ввода в эксплуатацию социальных объектов, это детские сады, которые расположены на территории города Твери и Вышлема Волочка. Это спортивные объекты, которые мы, собственно говоря, вводим в этом году, но требуется еще дополнительные усилия, чтобы выполнить всю эту работу в полном объеме. Очень важный момент, о котором мы сегодня говорили, это внимательное отношение к нашим гражданам, это обратная связь, это сокращение сроков ответа на заявление, на обращение. Ну и, конечно, если говорить о самых востребованных проектов, которые реализуются, это выплаты по ипотеке для молодым семьям и многодетным, это выплаты на автотранспорт для многодетных семей, 5 и более детей, это проекты по предоставлению участков и жилья для молодых и многодетных семей. Сегодня было принято ключевое решение, что мы объявим о реализации этого проекта в течение месяца, в каком формате он будет реализовываться на территории Тверской области. Поступило предложение делать комплексную программу, реализовывать комплексную программу. Это не просто выделение земельных участков, а земельные участки с коммуникациями и с построенным жильем, для того, чтобы это была ипотечная модель, и тогда молодые семьи, потому что мы тоже понимаем, что когда у тебя есть участок, стройка это как минимум один год для того, чтобы создать достаточно минимальный, хороший, качественный объект для проживания семьи. Это непростая задача, поэтому вот прозвучало такое предложение уже делать этот проект вместе с ипотечным, в ипотечном режиме. А учитывая, что у нас есть субсидирование ипотечной ставки для молодых и многодетных семей, то это значительно упростит процесс реализации. Кроме того, мы обратили внимание на необходимость ускорения модернизации медицинского звена, который у нас направлен на обеспечение минимального возраста. Мы говорили об проживании людей в геронологических центрах, но сегодня все-таки мы должны обратить внимание на профилактику. Это диспансеризация, это восстановление работы системы здравоохранения уже после прохождения ковида, но делать это надо сейчас, потому что мы видим, что мы очень сильно отстаем по диспансеризации. Поэтому в течение этого года будут выделены дополнительные средства на проведение диспансеризации, которые необходимы для того, чтобы мы полностью представляли, могли своевременно среагировать на поддержание здоровья наших граждан. Игорь Михайлович, один из вопросов касался развития новой модели пассажирских перевозок. В Коноколскую агломерацию теперь приходит транспорт Верхней Волжья. Расскажите, как будет строиться работа и тарифы для школьников сегодня также обсуждались. Да, мы говорили о том, что тарифы должны быть во всем регионе Тверской области приемлемыми, они должны быть одинаковыми. И сегодня где-то чуть-чуть пониже, где-то чуть-чуть повыше, но в моем понимании это дискриминация, когда школьники за одни деньги в одном муниципалитете ездят по одной стоимости, в другом по другому. Поэтому такое предложение сейчас будет подготовлено и уже снова финансового года мы этот вопрос решим. По Коноколской агломерации это транспорт Верхней Волжья, который также будет работать с такими же тарифами, как и на территории города Твери, для того, чтобы было качественное транспортное обеспечение граждан. Но хотел бы заметить, что еще остается вопрос по работе внутри самого Конакова. Есть определенная маршрутная сеть, которая удобна, либо которая должна дорабатываться, либо расписание, которое должно быть согласовано с жителями. Если работа проведена в базе, в том, как есть пожелания, теперь это будет все равно необходимо доработать на практике. Мы понимаем, что запуск любого нового маршрута, либо транспортной модели, все равно требует согласования с жителями по их традиционному укладу жизни, который происходит на данной территории. Игорь Михайлович, обнимательно следили за Вашей встречей с ГДО государства, очень много вопросов озвучили. Скажите, пожалуйста, что осталось за кадром, вообще довольны встречей? Да, встречи очень довольны. Владимир Владимирович очень внимательно отнесся к развитию нашего региона. Очень интересовался детально проектами, особенно это касается проектов развития инфраструктуры нашего региона, проектам развития здравоохранения, образования. Президент очень попросил внимательно отнестись к работникам образования, к врачам, к тому, чтобы был правильный баланс по образованию и трудоустройству. Потому что мы видим, к сожалению, что очень много коммерческих проектов, и учителя, врачи учатся в нашем регионе, и, к сожалению, уезжают в другие регионы. Также было со стороны главы государства обращало внимание на нашу культуру, историю нашего региона. Я думаю, все в открытой части это видели. Президент поддержал проект по юбилейной дате 950 лет города Торопец по восстановлению и речного вокзала, и отрочи монастыря. Это очень важно, потому что сегодня, вы знаете, есть два направления. Есть и направление традиционное, которое хотело бы нашу средневековую историю восстановить, и текущая работа по речному вокзалу. Поэтому нашли соломонное решение, чтобы у нас был и речной вокзал, и возможность для отрочи монастыря. Поэтому я думаю, что все будут довольны, и наш речной вокзал засияет в новых материалах. Внешне это будет все то же самое, только уже из более качественных, современных материалов. И чтобы это была очень интересная общественная точка, общественное пространство, объект, где можно также делать и выставки, также проводить экскурсии. Также это было бы любимое место для горожан, где можно было бы в любое время года его посетить, и я уверен, что это получится. Также, наверное, стоит отметить еще и то, что глава государства подчеркнул необходимость очень внимательно относиться к бюджетной дисциплине, потому что выделены дополнительные деньги по указанию президента на дорожное строительство, на модернизацию дорожной сети, и это будет соблюдаться. Ну и, конечно, это выплаты семьям. Есть действительно необходимость очень внимательно относиться и более оперативно реагировать на пожелания жителей, когда происходят сбои по выплатам, ну, в силу, так сказать, формирования системы. Ну, нет никаких оправданий в данной ситуации, просто очень важно, как сказал президент, видеть и слышать, что говорят люди по качеству доведения мер поддержки, социальной поддержки. Спасибо.